Проверяют всех без исключения. Каждый автобус обследуют сотрудники административно-пассажирской и госавтоинспекции, Ространснадзора и административно-транспортного контроля. Смотрят на техническое состояние маршруток, проверяют работу валидаторов, наличие аптечек и прочего оборудования, которое должно отвечать стандартам заводов-изготовителей. В ходе данных мероприятий мы проверяем техническое состояние транспортного средства, проводим работу с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. В процессе проверки проводим также беседы с водительским составом. Главная задача при беседах с водителями – исключить пользование телефонами за рулем, а также объяснить, что принимать оплату за проезд можно только на остановках, а не во время движения. Чем реже водитель отвлекается от дороги, тем меньше шанс попасть в аварию. Многие шоферы, впрочем, и сами это понимают. Кроме того, водители сами нередко принимают активное участие в предрейсовой подготовке и проверках автобусов. Возительский стаж мой с 87-го года прошлого века, а водителем автобуса работаю год в нашем Потапе. Проверка у нас утром проводят механики. Ну, соответственно, не без нашей помощи. В обязательном случае тормоза, рулевая, двери – это основное в автобусе. Проверяют и валидаторы, а также выдают ли чеки пассажирам. Сотрудники объясняют и пассажирам правила безопасного передвижения в автобусах. Например, не стоять у двери, а занимать места в салоне. Если сидящих мест нет, необходимо держаться за поручни. За несколько часов рейда было проверено более 30 автобусов. Серьезных нарушений не выявили. Роман Попов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова